Измерить давление, окружность талии, сдать кровь на холестерин и глюкозу. Анна Смирнова на обследование пришла уверенным шагом без капли страха. Заявляет, ее здоровый дух в здоровом теле. Я уверена в себе, да, и веду здоровый образ жизни, правильное питание, физические нагрузки. Но если какие-то будут, может быть, если отклонения, то это повод задуматься еще лишний раз, и, может быть, провести более глубокое обследование. По мировой статистике, метаболический синдром встречается у каждого третьего. Ожирение, излишний холестерин, нарушение углеводного и липидного обменов. Такое состояние организма не болезнь, но может спровоцировать сахарный диабет и атеросклероз. Чтобы не услышать страшный диагноз, необходимо правильно питаться, больше двигаться и регулярно проходить обследование. Есть группа риска, это люди с избыточным весом, это люди, которые злоупотребляют алкоголем, курением. Больше идут, конечно, пациенты от врачей, когда уже наступают какие-то заболевания, и мало людей, которые приходят именно с целью профилактики. Экспедиция в поисках самого здорового человека прибыла в Самару из Москвы. Ребята раздают людям купоны и предлагают бесплатно обследоваться, чтобы в итоге наградить обладателя самого крепкого здоровья в Поволжье. В акции уже поучаствовали жители Урала и Сибири, порядка 12 тысяч человек. Организаторы выяснили, тем, кто ведет здоровый образ жизни, метаболический синдром не страшен. Жители крупных городов страдают в меньшей степени. Там, где больше поникновения спортивных клубов, где есть мода на здоровый образ жизни, на хорошее питание, на качественное питание, там показатель существенно меньше, около 20%. Следующим городом на пути экспедиции станет Саратов, затем Волгоград. Закончатся поиски самого здорового человека в Поволжье в Элисте. Самарцы узнают свои результаты в конце июля.